И первое, что мы увидели, выходя в залив, мы увидели лежбище Сивучей. Потом, когда мы вышли из залива, мы увидели лежбище Нерп, а по дороге к этому лежбищу в 50 метрах от нашей небольшой прогулочной яхты из бездны Тихого океана взвился фонтан. А вслед за фонтаном показалась круглая, плавно она так прошла над волной искры глубины, китовая спина. И через секунду показался еще огромный хвост этой спины. Лицо его так разглядеть и не удалось. Это был горбатый кит, оказавшийся в этих водах. Я расспросил старожилов, они сказали, да, время от времени их можно здесь видеть, и поэтому моя песня потеряла свой припев. Нет кита, нет кита, не видно, так и есть кита, и очень даже видно. Все желающие его повидать, сначала навесите Аляску, там их очень даже видно, а потом и к нам на Камчатку завидать. Значит, сначала к нам на Аляску, а потом к нам на Камчатку. Так получается. Я продолжаю дальнейшее свое путешествие по своей творческой биографии. И поскольку я уже объявил Камчатку как следующий шаг в моем песенном развитии, то должен сразу сказать, что приехав в Петропавловск в Камчатке в 59-м году, я получил распределение туда, на север Камчатки, в такую глухомань, которую, когда я увидел с высоты самолета Ли-2, прежде чем там приземлиться, я ахнул и проклялся на свете, какой я дурак, что подписал распределение в этом буквальном смысле дыру. Это была коса, сверху виделось несколько домишек серых барачного типа, которые толпились вдоль двух улиц, и ни одного зеленого пятнышка, ни одной травинки, ни одного кусика, ни одного деревца. В этих условиях я прожил три счастливейших года. За время этих трех счастливейших годов я насыщивал кучу всяких песен, и просто так, и для местной самодеятельности, сам того не зная, делая шаг по направлению к песне профессиональной для кино и театра. Я этот шаг делал бессознательно, потому что шагал я по сцене местного клуба или местной школы всего лишь. Но оказалось, потом эти песенки и пригодились, и некоторые даже оказались и на сцене, и на экране. А я вам сейчас просто спою такую небольшую камчатскую хииту из песен, которые я там насочинял. А тук-тук-тук мотор стучит, там по воде бычок бежит, старается. Едет, едет, ковыляет, ковыляет, нос в воду ковыряет, убирается. Едет, едет, волны пашут, а поможет, чуть-чуть не пляшет в рубке у руля. А только без сердечной рыбе, хорошо на мёртвой зыбе. Капитан, скоро ли земля? Капитан, вот она земля. Капитан, берег, открыл наш дикий берег. Что за чудо, капитан? И в этот берег, где кисти, стучит волною тихий, ужасно тихий океан. Под оманой глубина, пять километров, да-да-да, Пять километров, двадцать пять, а-ку-ку-ку-ку-ку. А волна до небес раскачала БРС, Но никто из нас, никто не пота, О-о-о-о, отчалила боржа. О-о-о, в боеваемый моржа ветер, Волну рябит, мотор свое долбит. Тум-гу-тум, тум-гу-тум, тум-тум, тум-тум, тум-тум. Где б мы, ребята, не ходили, Где б не качала волна, На черном ли море, И даже хоть в осоре, Где б мы не были, Нигде мы не забыли, Что Камчатка у нас одна. Здесь и ветер злой, И мороз крутой, И ревет все родит на борьбой, Но Камчатка Больше нет ни в летохой, Но Камчатка Больше нет ни в летохой. И еще 33 песни, Которые я насочинял там, И которые с наслаждением вспоминаю, Потому что вместе с ней Вспоминается моя тогдашняя жизнь И мои приключения. Две из этих песен Пригодились мне в дальнейшем, Когда я сделал свой первый шаг В профессиональном кино. Дело было в 1963 году, Я уже прибыл с Камчатки, Все 30 песен, Которые я оттуда привез, Закружились по магнитофонным лентам, И докружились душей Профессиональных режиссеров. Один из них, Теодор Ульфович, Призвал меня Поработать в кино. И заказал мне Песню для своего фильма. Я спросил, Теодор Юрьевич, Какую вы хотели его песню? Он сказал, Конечно, дорожную, И, конечно, В духе романтических песен Висбора. А поскольку я с Висбором Был хорошо знаком И с его творчеством тоже, То я мысленно делил его На три категории Не Висбора, А его творчество. Висбор веселый, Висбор лирический И Висбор мужественный. Я подумал, Что здесь нужна Какая-то романтическая, Мужественная интонация В духе мужественного, Романтического Висбора. И начал сочинять песню, От которой запомнил Полтора куплета. Нам дальний берег неведом, Маршрут нам не знаком. К паденьям или победам Известно будет потом. Но если быть домоседом, Но если быть домоседом, То как же стать моряком? То как же стать моряком? Пускай петух прогорланит Последний привет с земли. Больных и слабых на берег Вперед мои корабли! Больных и слабых... Вот тут меня режиссер Астен сказал, Нет-нет-нет, Ты меня не понял. Ты что-то очень больных, Слабых, Круто очень обходишься С этими людьми, Это не актуально. Наш век гуманизма. Я тебя просил Романтическую песню В духе Висбора. А я говорю, А это что? Так я просил веселого Висбора. Ах, веселого! Так бы и сказали, подумал я. Ну что ж, попробуем веселого. И стал вспоминать, Что у меня такое веселое Есть в моих запасах. И нашел две песенки. Как раз из камчатского набора. Которые я снял не для сцены, А так исключительно для веселого Дружеского круга застолья в том числе. На Северной, на Узенькой, На Еле видны параллели. Гудят зимой, как музыка, Бураны, бури и метели. Гуди, пурга, гони снега, Нам это не беда. Есть выходной спирт питьевой И пресная вода. Есть выходной спирт питьевой И пресная вода. И дальше было несколько плетов, Где рассказывалось о том, Как смешивалась пресная вода со спиртом, Как это потреблялось, смесь, И что из этого произошло. А потом я спел еще одну песенку камчатскую, Абсолютно наглую. Песня посвящена моему расставанию с Камчаткой. Стоит поселок на Косне, Живет себе, старается. Стоит поселок на Косе И не смывается. Зато с него смываюсь я По собственной, по подлости Искать китов поеду я В другие области. Поплавал я на океане тихом, Вот и хватит, милые, с меня. Прощайте и не поминайте И не поминайте лихом, вот и до свидания. Прощайте и не поминайте лихом, вот и до свидания. Я взял эти две песенки, сложил их вместе И сочинил свою первую профессиональную песню В духе веселого, романтического, лирического Висбора Для фильма «Улица Ньютона. Дом один». Негадно, нечаянно, пришла пора дороги дальной. Давай, дружок, отчаливай, канат отвязывай, причальный. Будет нурнос, невинно звезд, угрюбы небеса. И все же, друзья, не поминайте лихом, поднимаю паруса. И все же, друзья, не поминайте лихом, поднимаю паруса. Фантастика, драматика, наверное, в этом виновата. Антарктика, Атлантика, зовут, зовут, ребят, куда-то. Будет нурнос, невинно звезд, угрюбы небеса. И все, друзья, не поминайте лихом, поднимаю паруса. И все, друзья, не поминайте лихом, поднимаю паруса. Это песенка потом тоже была причислена к разряду произведений искусств. Хотя она довольно быстро разбежалась по магнитофонным катушечкам. И народ ее запел, независимо от того, была она описана для кино или просто так. В общем, она идет по разряду бардовской классики в какой-то степени. Хотя ее потом взял в свой репертуарник кто-нибудь, Александр Броневицкий. Мое поколение должно помнить это имя. Он возглавлял один из самых популярных и странных ансамблей того времени «Дружба». В Питере это дело было. Во всяком случае, вы знаете имя его бессмертной солистки Эдита Пьеха. Эдита Пьеха не пела песню про фантастику и романтику. Это распевала только мужская часть этого ансамбля. Но так она освещала своим присутствием успех этой песни, скажем так. Дальше больше я стал получать приглашения и из театра, и из киностудии. И по дороге познакомился с несколькими композиторами, которые или обрабатывали мою музыку, или сочиняли свою. С несколькими из ними я подружился пожизненно. И главным образом это два для меня дорогих отчей имени. Владимир Сергеевич Дашкевич и Геннадий Игоревич Гладков. Вместе с ними, а иногда и без их помощи, я насыщал много всяческой песенной продукции. И вот сейчас буду вас знакомить с нею. Тоже мне понравилось петь «Сюит». Я вам сейчас спою «Сюиту» из вальсов. И что? У Фельмина гитара фальшивела больше. Это «Сюиты» из трех вальсов. Поэтому главная тема их – любовь. Первая часть этой «Сюиты» – песенка, которую мы сочинили когда-то вместе с Дашкевичем для кинофильма «Гонщики». История с этим связана вот какая. Режиссер, постановщик этого фильма во что бы то ни стало требовал от Евгения Павловича Леонова, известного вам это имя, я полагаю, он исполнял там одну из главных ролей, чтобы он, именно он, своим голосом записал эту песню для фильма. Евгений Павлович Леонов отличался полным отсутствием музыкального слуха. Но Игорь Федорович Масленников категорически наставил на его авторском исполнении этой незамысловатой любовной песенки. Дашкевич потратил на запись Евгения Павловича пять, по-моему, смен музыкальных. Режиссеры, звукооператоры выхватывали те несколько тактов, которые Евгений Павлович пел правильно. А все остальное шло мимо нот. И вот так за пять смен они накопили такую мозаику, или, как бы сейчас сказать, такой пазл, и составили единую пленочку. И там зритель слышит, как Евгений Павлович своим замечательным Леоновским голосом исполняет эту песенку без сучка и задоринки. Но стоило это больших трудов, повторяю, пяти приблизительно смен записи. Время одной из таких записей мимо проходил композитор Дмитрий Шостакович. Он услышал голос нашего мастера, остановился, улыбнулся и сказал, «Я различаю одну шестьдесят четвертую тонну, но таких нот я не слышал». Так пел Евгений Павлович, но все-таки Дашкевич выдавил из него полностью. Я на лодочке плыву по реке широкой, На далеком берегу домика одинокий. Словно дальняя звезда, в нем окошко светит, Кто устанет, пусть туда отдохнуть и заедет. Огонечек дорогой далеко ты светишь, А без тебя во тьме ночной берег не заметишь. А я дальше поплыву и назад не гляну, Как-нибудь тебя найду, Когда плыть устану. Дорогая Маруся, я же знаю всегда, Если я объяснюся, ты ответишь мне «Да». Проводив до вагона и сплакнув на груди, Ты потом почтальона. Каждый день жди дожди и грусти каждый вечер, И ночами не спи, и вяжи бесконечно Мне шарфы да носки, а не дай бог оттуда И вернусь оживой, так что лучше не буду Объясняться с тобой, так что лучше не буду Объясняться с тобой. Когда мне не умолчь пересилить беду, Когда подступает отчаяние, Я в синий троллейбус сажусь на ходу В последний случайный. Кружит и кружит последний троллейбус По воленному кругу ночного кольца, И ты не ромеший, я не колеблюсь, Кружит и кружит по нему без конца. Последний троллейбус, наивный кораблик, Великая гитара, попутный привет, И губы, любимый, с привкусом яблок, И просьба о счастье, которого нет. Теперь в контрасте с сюитой такой нежной и лирической, С сюитой из трёх маршей. Первый из них, потом я расскажу, связываю с ним историю, Первый из них сочинили мы с Дашкевичем. Это называется штатский марш, партийный, Годится для любой партии. Вот всё жду, когда единороссы придут с большими деньгами, Чтобы купить это прекрасное произведение. Это партийный марш, открывает серию марш, И второй продолжает...